В этом ролике мы будем делать такие дизайны, которые уже давным-давно стали популярными за счет того, что они делаются быстро, просто, а самое главное, выглядят очень стильно. Цветовые вариации вы можете менять на свой вкус и цвет, что я тоже сделаю в этом ролике. Ну, а последовательность я вам сейчас покажу. Итак, для дизайна нам понадобятся типс, гель-лаки, которыми мы будем выполнять имитацию текстур, такой сиреневый нежный, голубой. Добавим немного черного. Для контраста белого. Основа у меня будет такого красивого, светлого, нюдового цвета. В обязательном порядке. Паутинка. Слайдеры. И, конечно же, топы. Топ я буду использовать один с липким слоем, а другой матовый без липкого слоя. Итак, приступим. Итак, приступим. Для начала я перекрою типс тем цветом, на который я буду располагать дизайн. Покрываю и отправляю в лампу. Пока типс у нас полимеризуется, мы будем готовить цвета, с которыми будем делать текстуры. Наношу голубенький. Затем совсем немножко черного. Буквально чуть-чуть. С черным переборщить нежелательно. Добавляем сиреневого цвета. Отлично. Белого. Тоже немного. И можно еще немножечко закончить голубым. Отлично. Сейчас все это замиксуем. Готово. Но прежде чем я буду наносить текстуру на типсу, мне нужно перекрыть ее топом матовым, без липкого слоя. Очень тоненьким слоем. Не переборщите. Иначе все у нас будет стекать. И текстура получится не четкой и грязной. Отлично. А в качестве нанесения я буду использовать кисточку гребешок от PNB. Набираю геллак. И аккуратненько распределяю у типси. Не спеша. Чтобы моя текстура не нарушилась. Аккуратненько отдаю топу все, что хочется отдать. Еще немножко. Отлично. Так у нас выглядит полуфабрикат. Сполимеризовался геллак. Так выглядит имитация текстур. Абсолютно без объема лишнего. Чтобы хорошо все просохло. И главное, чтобы не было утолщения нашего геллака на ноготочках. Потому что смотрится это достаточно грубо, некрасиво и непрофессионально. Ну и сейчас я буду использовать паутинку для того, чтобы придать более красивого и стильного вида нашему дизайну. Открываю паутинку. Эта паутинка очень хорошо тянется. Работать с ней безумно легко и просто. Она не падает тяжелыми такими полосками на ноготочек в самый неожиданный момент. И работает действительно очень хорошо. Этого нам будет достаточно. И снова отправляю в лампу на полимеризацию. Пока типс полимеризуется, я готовлю слайдер дизайн. Тоже достаточно хорошего качества эти слайдеры. Они очень тоненькие и работать с ними безумно легко и просто. И самое главное это то, что они в носке очень хорошо себя зарекомендовали. Для лучшего эффекта возьму салфеточку безворсовую и вот таким образом пройдусь по слайдеру. Сейчас мне нужно это все закрепить и буду закреплять сначала топом с липким слоем. После чего воспользуюсь топом матовым без липкого слоя. Делаю легкое выравнивание и отправляю в лампу. После того, как топ с липким слоем сполимеризовался, я воспользуюсь топом матовым без липкого слоя. И перекрою для того, чтобы у меня была красивая поверхность матовая. Матовый топ давным-давно уже придает стильности нашим дизайном, поэтому я не буду отходить от модных правил и тоже покрою матовым топом и отправляю в лампу. И вот что у нас в итоге получилось. Очень красивый, светлый, нежный дизайн, а главное очень быстро и очень легко. Это версия в светлых тонах, здесь более насыщенные тона. Какие хотите, такие подбирайте гель-лаки для того, чтобы у вас дизайны были стильные, красивые и самое главное легкие и быстрые. Продолжение следует...